Друзья, это вторая, заключительная часть моей озвучки некоторых избранных глав книги о музыке 90-х и 2000-х годов. Название книги «Муз Просвет» автор Андрей Горохов. Если вам нравится книга, поддержите автора и приобретите её. Приятного прослушивания! Музыка меломанов Всякий меломан так или и так пытается преодолеть дистанцию между собой и миром музыки. У некоторых появляется чувство, что то, что им так нравится, и у них самих получится. И именно это мы наблюдаем как минимум с начала середины 60-х годов. Рок-музыка появилась как музыка меломанов, которые сделали шаг по преодолению пропасти, разделяющей живого человека и звуконоситель. Британские бит-группы сделали шаг к очень от них далекому американскому ритм и блюзу. Несколько лет они просто пытались играть его как могли хорошо. Получалось, однако, и звук вон плохо. Надо было как-то выходить из ситуации. Голь на выдумку хитра. Появился британский рок-н-ролл, а потом и рок. Очень может статься, что все шаги обновления поп-рок-музыки, а также хип-хопа, хаоса, техно-индастриала и всего прочего, имели в качестве своей причины приход нового поколения дилетантов, эпигонов, меломанов. Новое поколение меломанов маниакально повернуто на содержимом того или иного музыкального консерва и пытается прорвать пленку иллюзорности, пытается поиметь к нему максимум возможного отношения, максимально повысить его содержание в своей жизни. Но разве не точно так же функционирует любой художественный процесс? Смэшн Памкингс пытались приблизиться к Блэк Саббат, Роллинг Стоунс к Мадди Уотерсу и Бадди Гаю, а немецкие экспрессионисты к Ван Гогу и африканскому дикому искусству. А сам Ван Гог к Милле. Все-таки одно отличие есть. Ван Гог стал художником не для того, чтобы копировать Милле. Причиной, почему Ван Гог стал рисовать, вовсе не было то, что он считал Милле лучше всех на свете и решил стать его эпигоном. Начинающий художник проходит школу профессионального натаскивания, где его учат, вообще говоря, особенных кумиров не иметь, видеть весь путь, пройденный искусством и понимать, как формально строится любое изображение. А хип-хоппер, хэви-металист или продюсер дрилл энд бейса, формируют свой несгибаемый вкус не в длительном процессе творческой деятельности, но до ее начала. Кажется, что музыка и развивается только за счет приходящих новых поколений фанов, неумелых и полных энтузиазма эпигонов. Но совсем не за счет постепенного роста исполнительского и композитерского мастерства, выдающихся профессионалов. Гитарист Роберт Фрипп играл все лучше и лучше, но новой музыки при этом почему-то не возникало. Дэвид Боуи, Мадонна и Бьорк, правда, меняли свои стили, но каждый раз они кому-то подражали новому. Пол Маккарт не признавался, что это имело место и в случае The Beatles. Звезды каждый раз подражают тому, кого широкая публика не знает. Том Уэйтс один раз радикально изменил свой подход к музыке, но вовсе не потому, что со временем помудрел и достиг мастерства и зрелости. Его новая жена меломанка завела ему Кэптен Бифхарта. Иллюзорность, эффективность музыкального мира самим меломанам не ощущается. Но тем не менее музыкальный мир существует именно за счет того фундаментального обстоятельства, что меломан не имеет реального контакта с персонажами и объектами этого мира. Далеко оказываются настоящие студии, настоящие ценители, настоящая аппаратура, настоящие магазины, настоящие концерты, настоящие меломаны, настоящие музыкальные инструменты, Настоящие группы, настоящие звезды, настоящие журналы, настоящие деньги и так далее. А все то, что оказывается реально в руках, это не более чем дремные копии, небезупречное исполнение симфонии Бетховена и уже не срывающие голову новые альбомы когда-то классных групп. А вокруг обрытшие стены, полки и рожи. Меломан погружен в стихию посредственности, он находится на периферии идеального мира, он приговорен к провинциализму, к тому, что его надежды и желания хронически не сбываются. В этом, наверное, и состоит невроз меломанства, в принципиальной недостижимости идеала. Разумеется, меломану кажется, что его идеал недостижим просто в силу технических, организационных и финансовых причин. Меломан пытается эти организационные дефекты преодолеть, но идеал отодвигается от него как линия горизонта. Музыкальный мир мобилизирует меломана и требует служения, активного действия, результат которого заведомо обречен, что, впрочем, становится понятным далеко не сразу. Маховик раскручивается постепенно. А что происходит, если меломан все-таки попадает в реальный музыкальный мир? Может произойти терапия? Продолжительное время, лет пять, я высоко ценил музыку кёльнского музыканта Маркуса Шмиклера. Ценил я его именно в меломанском смысле, то есть купил все его CD и считал его главным музыкантом кёльнского электронного андерграунда. Даже не просто музыкантом, а единственным серьезным композитором в этой пестрой тусовке. И мечтал с ним подружиться, чтобы быть ближе к центру происходящего, чтобы знать, что происходит в сегодняшней музыке и почему. Когда же я с ним несколько раз поговорил, то... Я вовсе не узнал его глубоко. Нет, я всего лишь увидел, на кого он примерно похож, и что он по разным поводам осторожно так себе думает. И мне стало ясно, насколько мое представление о нем расходится с тем, кто он есть на самом деле. Маркус сдулся. Что не значит, что он перестал быть для меня симпатичным человеком и интересным собеседником. А я перестал быть его меломаном, перестал покупать его новые альбомы, не слушая. И это происходит практически с каждым музыкантом, с которым я устанавливаю личный контакт. Его музыка для меня размеломанивается, размагничивается. Раньше меня прямо трясло. Вот буквально вокруг меня происходит революция в электронной музыке, меняется парадигма, все, что выходит нового, не только очень интересно, но и важно. Это взрыв. В мусс-магазин слушать новые компакты с электронной музыкой. Туда нужно ходить 2-3 раза в неделю, чтобы не пропустить самого главного. Сегодня же я на месяц и забываю, что в природе вообще существует какая-то именно электронная музыка. Нет-нет, я вполне могу, если представится повод, послушать тот или иной опус Маркуса Шмиклера, Экки Харда Эллерса или Феликса Кубина. Но я, во-первых, не испытываю никакой потребности эти опусы накапливать в своем шкафу, а во-вторых, и это главное, я понимаю, что мое представление об этих людях, об их мотивах, об их творчестве, вообще о современной электронной сцене раньше было вполне иллюзорным, неадекватным и гипертрофированным. Эскапизм. Противопоставленность аудиомира и обычного мира фундаментальна для меломана. Я, разумеется, не считаю, что открываю Америку, тезис о музыке, как о средстве побега от реальности, хорошо известен. И это не шутки. В конце 70-х в среде музыкально продвинутой советской молодежи Запад, то есть все прикольное, кайфовое, джинсовое и антисоветское, был именно местом, в котором живут The Beatles или The Zeppelin. Мы хотели не на какой-то там запад, которого мы не знали, а именно туда, где Deep Purple. Разом там хорошо, значит, нам тоже будет отлично. Я уже в зрелом возрасте продолжал разделять аналогичную точку зрения, правда, ориентированную не на музыкальный мир, а на живописный. Для меня Запад был местом, где привольно гуляется абстракционистом и экспрессионистом, структуралистом, антропологом и специалистом по сравнительному религиоведению. Штокхаузен и Ксенакис прогуливаются по соседним лужайкам, ведь там культура, там традиция, там те, кто понимает. Ничего этого я, естественно, не нашел. Но так жестко приземлились далеко не все. Еще в 90-х произошла одна встреча, до сих пор стоящая у меня перед глазами. Я вхожу, глядя по обыкновению в пол, в крупнейший кельнский, немецкий, европейский музыкальный магазин «Сатурн». Краем глаза вижу у парня, идущего навстречу мне к кассе, компакт диск Deep Purple. О, думаю, надо же, кто-то это до сих пор покупает. В следующее мгновение парень что-то говорит своей спутнице по-русски. О, думаю, дома он небось считал, что ему перекрыли доступ к классному западному року, а вот оказавшись в богатейшем музыкальном магазине Европы покупает не Шеллок, не Бадхол Сурферс, не Пусси Галор, не Год Флэш, не Мистер Бангл, а Deep Purple, которого у него очевидно был полный комплект и дома. Юмор ситуации состоит в том, что парень несет в руках настоящий запад Deep Purple, и потому запад, который вокруг него оказывается ненастоящим, хотя парень ехал сюда именно как на запад Deep Purple. Он привез с собой в Германию свой иллюзорный русский запад, который вопиющим образом не соответствует никакой реальности, ни реальности Германии, ни реальности России. Эта встреча, хотя прошло уже лет десять, и я больше не видел никого, кто покупал бы в магазине Deep Purple, так и стоит у меня перед глазами, как пример устойчивости иллюзорного музыкального мира. Разумеется, вместо запада Deep Purple можно с тем же успехом говорить о западе Techno, BreakCore или знаменитых лейблов, на которые надо попасть. На сегодня это всё. Вы качались на тёплых ретроволнах канала Добавик. Канал Добавик славен не только пустой болтовнёй псевдотехнической околесицей, но и нескрываемой любовью к музыке, аудиоаппаратуре и тематическим раритетам. Дизлайк, отписка, вы знаете, что делать. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok